Троица Дело в том, что на наших территориях всегда были, есть и будут проблемы, с которыми сталкиваются местные жители. И когда эти проблемы начинают касаться многих, появляются активные люди, которые хотят решить эти проблемы. И вот таким образом у нас 5 лет назад возникла наша организация. Возникла она, в общем-то, по поводу непростой ситуации, которая возникла с нашими берегами реки Сылова. У нас произошел рыдарский захват берега реки Сылова. И активные граждане собрались и подумали, как эту проблему начать решать. И было принято решение создать общественную организацию. Мы рассматривали несколько форм и остановились, что поняли, что наиболее эффективно будет как раз-таки территориальное общественное самоуправление. За эти годы мы проделали большую работу. Мы изучили историю вопроса, рассмотрели юридические аспекты, попытались задействовать властные ресурсы. Мы занимались этой проблемой много. И, конечно, как у всякой организации, у нас, тем более общественной, есть проблема взаимодействия между активными сторонниками и вообще в целом с населением, с гражданами. Конечно, мы задействовали те ресурсы, которые у нас позволяют использовать современные информационные технологии, интернет. Задействовали в первую очередь ВКонтакте сеть. Была создана группа с названием «Тостроится» и постепенно эта группа растет. Сейчас она может больше 250 участников насчитывать. Также у нас есть небольшие ресурсы в Фейсбуке. Еще используем другие ресурсы. Хочется сказать, что действительно это очень удобная вещь. Мы пытаемся все значительные события в истории нашего села, в истории нашего ТОСа отражать на страницах группы ВКонтакте. Каждое такое событие у нас сопровождается созданием темы с коротким названием. Ну, например, мы раз в год, а то и два раза в год мы проводим конференции. Конференция ТОС – это, по сути дела, высший орган управления нашей организации. Предварительно выбираются делегаты сроком на два года. Те люди, которые представляют там уличные комитеты, целые улицы или целые микрорайоны нашего села. Вот эти люди собираются, и мы обсуждаем наболевшие проблемы, повестку дня обсуждаем. И при этом у нас всегда находятся энтузиасты, любители, которые снимают все это на видеокамеру, выкладывают звук, выкладывают изображение. И в нашей группе можно, по сути дела, все наши конференции увидеть в записи, достаточно подробно. Очень много фотографий выкладываем. С каждой конференции нам порядка сотни фотографий. Все собрания, которые проводятся у нас на территории села, также мы снимаем, выкладываем. Идет потом обсуждение, какие вопросы обсуждали, как обсуждали, какие решения принимались. Документы выкладываем также, потому что необходимо тоже информировать граждане, чтобы наши призывы, наша аргументация была убедительной. Приходится выкладывать юридические документы, договоры, постановления, законодательные акты, графические материалы. Мы активно, конечно, пользуемся электронной почтой, это mail. Также сейчас задействовали gmail.com, там создали тоже почтовый ящик, который доступен нашим активным участникам нашей группы. Вот, пишем о проблемах в своей группе, получаем замечания критические, бывают дискуссии возникают, бывают даже такие оживленные дискуссии с эмоциями, с такими оценками. Иногда даже там, ну, честно говоря, ругаемся даже в этой сети, но стараемся как-то все равно, не нарушая, так скажем, закон, не нарушая административный кодекс, ну, тем более уголовный, до каких-то больших оскорблений не доходит. Но бывает эмоциональные обсуждения, не так много, но это было. Очень активно мы участвовали в выборном процессе, который был у нас два года. Это 2014 год у нас выбиралось земское собрание Пермского района, мы участвовали. И участвовали в выборах депутатов сынского сельского поселения. Нам удалось двух наших односельчан добиться того, что они стали депутатами сынского поселения. Я стал депутатом, и у нас мой сосед Песчанников Алексей Михайлович тоже стал депутатом, совета депутатов сынского поселения. Для этого мы тоже создали специальную группу ВКонтакте, она у нас до сих пор там существует, называется Клуб избирателей сынского поселения. Тоже была такая форма немножко необычная, но мы увидели, что тоже порядка 40, там около 50 человек в эту группу вошли. Тоже были обсуждения, было много фотографий. И был интерес, вообще в сети был интерес, и объективно, скажем, половина участников этой группы, это не жители села Троица. Просто было любопытно, такое немножко необычное название. Клуб избирателей, вот вроде бы такое маленькое село. Ну у нас зарегистрированных жителей у нас порядка 400, в том числе дети, то есть порядка 300 с небольшим, это вот взрослые граждане. Но у нас очень много так называемых дачников, то есть это жители города Перми, которые имеют там недвижимость, имеют собственные земельные участки, дома, дачи. Вот они там, по сути дела, но сейчас уже, можно сказать, даже большую часть времени в году проживают в селе Троица. Ну летом однозначно, это на чуре там живут. Вот, можно сказать, что, конечно, использование современных технологий, оно позволяет оперативно обмениваться информацией, как-то реагировать на те проблемы, которые у нас там возникают периодически. Мы, конечно, будем стремиться расширять наши возможности. И надо, конечно, изучать информационные технологии, применять их. У нас вот существуют участники нашего ТОСа, делегаты нашей конференции, которые активно пользуются этими технологиями, любят снимать ролики информационные, то есть берем интервью у наших граждан. И граждане с удовольствием, кстати, отвечают на вопросы под камеру, потом это все выкладываем, опять же, в группе ВКонтакте, интересно смотрят, ставят лайки, в общем, и это людям очень нравится. И, в принципе, мы намерены развивать эти технологии. Молодежь также стала немножко подтягиваться к этим процессам. Вот, помимо этого мы издаем газету на бумаге. Тираж не очень большой, где-то 150, 200, 300 экземпляр. Ну, этого пока достаточно, раз в квартал примерно. Георгий, а вот для тех, кто не знает, даже я вот как-то смутности представляю. А чем отличается это от администрации местного поселения? Ваш ТОС? Вы партнеры, вы враги, вы кто? Значит, смотрите, вопрос очень интересный. И быстро на него ответить. Ну, если очень коротко сказать, что да, конечно, у нас существует местное самоуправление. Оно формально состоит из органов, которые выбираются населением, формируются на выборах и составляют вот эти органы. Как бы две ветви. Это одна исполнительная ветвь, это администрация. И вторая ветвь, это депутаты, местные муниципальные депутаты. Но закон позволяет также гражданам участвовать посредством других форм. И вот такая интересная форма. Это территориальное общественное самоуправление. Это общественная некоммерческая организация, которая создается гражданами по месту жительства для решения вопросов местного значения. С учетом интересов населения и под свою ответственность. То есть это как бы такой орган, который собирается для того, чтобы решать какие-то локальные проблемы. У нас ситуация в Троице немножко необычная. Мы этот тост создали после того, как поняли, что наша местная власть, она не может решить нашу проблему. Она, в общем-то, в этой проблеме погрязла и является препятствием для решения этой проблемы. Поэтому мы были вынуждены организоваться, объединиться. И вот форма ТОС, мы поняли, что это достаточно эффективная форма, потому что нас вынуждены слушать, нас вынуждены принимать в высоких кабинетах. И, в общем-то, мы поняли, что это действенный способ донести... Какие права есть у ТОСа? Писать обращение? У ТОСа, в общем-то, вы понимаете, у нас вообще перечень прав, он на самом деле не очень большой. То есть, писать письма может любой гражданин Российской Федерации во всей инстанции. И закон предписывает в течение 30 календарных дней любой орган, чиновник, организация, она обязана вам ответить. В этом плане мы ничем не отличаемся от других. Мы на наши запросы точно так же отвечаем в течение вот этих 30 дней. Другое дело, что у нас существует еще право законодательной инициативы. И, так, если простым языком сказать, по жизни мы пытаемся решать те проблемы, которые... Ну, возникли, допустим, проблемы какие-то, может быть, самые небольшие. Вот, допустим, там сорвалась собака с цепи, там покусала какого-то гражданина. Он, прежде чем бежать в милицию, он бежит к нам и говорит, вот, ребята, такая ситуация, надо что-то делать. Мы собираемся, ну, как бы, ну, даже не собираемся, а просто вот сразу реагируем мгновенно. Потому что того, допустим, гражданина, которого укусила собака, он ни разу в жизни не писал никакого заявления, никакой жалобы, там у него просто навыка нет. Да, вот у нас такая немножко уже организация, которая научилась писать всякие бумаги в различные инстанции. И мы это делаем быстро, скажу даже так, профессионально. У нас с нами сотрудничает ряд юристов, которые тоже живут в селе Троицы. Ну, я сам юрист, и мы это делаем как бы нормально. У нас там существует большая переписка с различными инстанциями. Вот, последние проблемы, ну, могу перечислить, там, допустим, у нас торговля алкоголем, мы сейчас активно боремся с этим злом. Выяснили, что большие нарушения у нас существуют. Ну, совершенно бывают такие проблемы, которые касаются одного гражданина. Вот у нас, допустим, одна гражданка работала в магазине, там, и ее обидел работодатель, напрочь забыв, что есть требования, там, трудового кодекса. Мы вышли в суд и защитили эту гражданку, помогли им. А можно ли сравнить вас с объединением волонтеров? Для вас это волонтерская деятельность, или вы на этом зарабатываете деньги лично? Лично я на этом ничего не зарабатываю, может быть, кроме как юриста, нет, даже как юриста я не зарабатываю. Я ничего, и больше того мы регулярно вкладываем в свои личные средства. И сейчас вот на последней конференции мы решили несколько коммерци... Ну, не знаю, слово, наверное, слово коммерциализировать не подходит здесь. Просто мы решили ввести взносы, потому что у нас на самом деле есть расходы, ну, я не буду говорить, там, на канцтовары, у нас есть расходы на юридические консультации, на, значит, на вот изготовление наших этих рекламных материалов, газету мы печатаем. Вот, это как минимум. И, конечно же, мы попытаемся проводить какие-то культмассовые мероприятия, потому что граждане, конечно, должны иметь возможность собираться регулярно. Сейчас у нас проблема, нам собраться негде. Вот мы одно время собирались в музей Каменского, это государственное учреждение культуры, но, как вы почувствовали, последние года 2-3, вот после, условно говоря, там, болотной площади, да, у нас как бы начали закручивать гайки, и в какой-то момент нам запретили собираться в музей Каменского. И вот сейчас мы долгое время собирались там в разных частных домах, вот у меня в частности собирались много, ну, какое-то время, несколько лет, вот сейчас пытаемся восстановить сельский клуб, но на это тоже у нас нет средств, мы сейчас задействуем какие-то властные рычаги, вот пытаемся. Хорошо, что мы стали, вот 2 человека у нас стали депутатами, мы сейчас можем смотреть, как формируется наш бюджет, и как-то влиять на него, но пока это очень тяжело, потому что из 15 депутатов, вот только 2, по сути дела, я и вот мой товарищ, и тоже насильчане. Как народ понимает, кому им идти, к вам или к администрации местной? Как они разделяют себя ментально? Ну, значит, я вам так скажу, что по инерции, конечно, народ идет сначала в администрацию, но после того, как его там, я извиняюсь, пнули пару раз, он понимает, что надо как-то уже объединять усилия, искать таких же граждан, которые побывали в этой ситуации, в общем, которые не смогли решить проблему вот так вот, с первого раза у чиновника, поэтому они обращаются в ТОС, мы в ТОСе думаем, как помочь, и реально у нас какие-то подвижки есть, небольшие там, хотя все достаточно. Но ведь так реально вам не удалось открыть весь доступ, с которым вы боитесь многих городов? Про берег, да. Ну, вот смотрите, благодаря нашей деятельности, в общем-то, какие-то подвижки были, значит, берег сейчас, та часть, которая была захвачена, она действительно огорожена забором, и там частично уже началось строительство, мы сейчас вот думаем, как приостановить это строительство, потому что там не так все просто, там у них использование этой земли обозначено, как зона рекреации, поэтому это не так все просто, стройка там может быть заморожена. Вот, а в другую часть берега, которая оставалась свободной, администрация была вынуждена поставить на кадастр и закрепить как общественно значимое. То есть это вот тоже косвенно, это наша заслуга. Также были поставлены на кадастр и закреплена как общественная территория, это территория стадиона, там полтора гектара, на берегу тоже больше гектара, закрепили сейчас. И, в общем-то, это вот, мы видим, что это наше давление обеспечило вот эти решения. Ну, мы должны заканчивать, это вот самая успешная акция, которую вы сделали с помощью сетевого сообщества ВКонтакте. Ну, мы в том числе вот митинг провели, в 2014 году он тоже собрал достаточно много людей, порядка ста человек для нашего села, это большое количество. Вот, ну и выборы, мы выиграли выборы, у нас пошло два кандидата, два человека стали депутатами. То есть будущее уже наступило, и даже в сельских поселениях сетевые сообщества, интернет-сообщества, группы ВКонтакте, они уже начали обладать реальной силой политической. Ну, насчет политической уж так грубо. Ну, для объединения. Для организационной цели, вернее, организационная возможность, как инструмент, конечно, это действенный способ объединить людей, проинформировать, собрать их как-то. Какими секретами можете поделиться с другими ТОСами, которые еще этот инструмент не используют? Ну, у нас, секреты у нас лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому заходите на нашу страничку, смотрите, мы ее пытаемся совершенствовать, и, в общем-то, у нас, ну, понимаем, что, видимо, в ближайшее время мы еще даже сайт будем создавать, потому что, в общем, есть небольшая проблема, как структурировать информацию, потому что очень много всяких новостей, очень много событий, и все-таки надо уметь эту информацию размещать. Ну, уберите весь свой видеоархив и создавайте канал. Вот. Ну, кстати, да, и у нас очень много среди наших вот, так скажем, активных жителей очень много таких подвижников в создании вот этих вот роликов, интервью, и они просто с удовольствием их монтируют, делают, и желаем успехов, желаем вам осваивать новые технологии. Заходите к нам на страницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...